Только благодаря военно-патриотическим организациям, ветеранским организациям мы сумели очень серьезно вытащить ситуацию, связанную с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, которое явилось основой наших вооруженных сил сегодня. Это дорогого стоит. В Доме культуры Литвинова состоялся урок мужества для молодежи городского округа Щелково в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». Встречу провел депутат Московской областной думы и региональный координатор данного проекта Владимир Вшивцев. Парламентарий обсудил с подрастающим поколением важность и актуальность развития стране патриотического направления, особенно сейчас, в современных реалиях. Он поговорил с ребятами и о военной спецоперации на Украине. Все желающие могли задать интересующие их вопросы. Вы воспитывали патриотизм российских школьников, наших детей, подростков. И считаете ли вы вообще, что это серьезный вопрос, к которому сейчас надо подходить сегодня? Основа нашей сегодня встречи – это человеческий подвиг. Человек на войне, его отношение к войне. И далее мы говорили о том, что себя нужно готовить всегда к защите своей страны. Основой является история нашей великой страны, потому что ее страниц, они наполнены и человеческим подвигом, и трудовым, и отношением к своей стране, о великих победах и великих людях. В завершении мероприятия депутат Владимир Вшивцев вручил награды Московской областной думы членам Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил Российской Федерации. Депутат еще раз подчеркнул, как важно проводить с молодежью мероприятия и открытые уроки, посвященные теме патриотизма и истории родной страны. Также он передал несколько книг для Литвиновской библиотеки. Стоит отметить, что сейчас в Литвиновском доме культуры также проходит выставка молодой гвардии «Единой России» при поддержке координатора партийных проектов Антона Малинина «Герои России». На ней можно увидеть портреты людей, совершивших подвиги во время проведения военной спецоперации на Украине. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok